итак мы продолжаем изучать трактор я вот получение отцов и сегодня у нас смешно значит идут идут по три главных вещей которые три главных вещей которые сказали ученики работе мы точно знаем что работе на бензакай он жил страницу 25 работе за кай он жил когда было разрушение второго храма 70 год нашей эры жил великий мудрец он видел как раз развал развал государства дата сейчас есть государство израиль она возникла 1948 году но разрушена была да вот израиль то виде котором он был он был разрушен десяток году нашей эры был разрушен храм римляне разрушили храм иерусалим они весь там 1 распахали евреям потом было восстание против них гражданской войны баркова потом восстание это римляне подавили убили миллион человека не убили остальных угнали в рабство в европу запрещали жить как было у всегда было захватчиков такая политика что если какой-то народ восстает а евреи восставали сильно против римлян интересно что единственная триумфальная арка в риме есть да то есть рим они захватили на тот момент весь мир практически но единственная триумфальная арка которой они сказали вот это уже победа так победа да это победа над израилем как они тащат эти храмовые сосуды то есть это было реально им было тяжело раз сломать сопротивление и как раз на за к вам в тот период он возглавлял мудрецов израиля он жил 120 лет 120 лет он умер и вот значит его была задача он уже видел то есть были мудрецы у него такой как рога койдаш это как божественный дух и они знали всю дорогу и они понимали что все бог уже реально его терпение истекло да и уже идет приближается изгнание еврейского народа на исправление на какое исправление зависело от еврейского народа мы видим что она длилась получается исправление длилось и сейчас посмотреть что вере возвращаются допустим ну там начали возвращаться в 1910 годы где первые ну алии да значит с сотого года по 1900 и тысяча где-то 800 лет продолжалось исправление но оно могло продолжаться и меньше могло продолжаться и меньше да если вы справились раньше но видно что особо не справлялись и значит 1800 лет интересно что с 600 года да там 600 680 700 год ислам появился и ислам он получается мусульмане они владели землей израиля 13 веков их не зор было написано что не зор это было написано там больше двух тысяч лет назад еще до мусульманса даже не было и в проекте да что потомки ишмаэля потомки ишмаэля ишмаэля это старший сын авраама будут править землей израиля 13 веков за что в 13 лет он сделал обрезание у него была большая заслуга он чем он сделал это в осознанном возрасте он сказал ну когда авраам делается обрезать на себе ишмаэль сказал что нет уже сделает значит в 13 лет он сделал обрезание ему за это заслуга прямо написано в книге из олар что 13 веков будут потомки ишмаэля владеть святой землей и ты но не поверили как раз ну там семисотого года грубо говоря до 1940 будет готов когда израиль возник значит и вот его пять учеников они каждый говорил свою как бы тору свое свой взгляд своя система взгляда на мир и вот сейчас рабе йосе рабе йосе окоин и про него говорил раба йоханан мальзака что он хасид сам рабе йосе говорил что путь приблизиться к богу это хороший сосед и путь одолиться от бога это плохой сосед и вот рабе йосе говорит свою жизненную позицию как бы выражена в трех основных таких идеях до 1 говорит ей мамон хаверха хавив аллеха кешалах пусть будет мамон имущество твоего ближнего также тебе дорого как и твое 1 говорит такую вещь то есть есть люди которые небрежно относятся к имуществу своих ближних там например мы пришли к это ему как бы грубо говоря место я часто попью кофе до стакан брошен на пол стол там сломаю сейчас да ну то есть я не небрежно как у меня будет с ним отношения не очень отношения то есть он обидится даже ничего не скажет может быть но как бы он обидится или другой вариант я зайду к нему у меня вот например жена она очень когда мы где-то в гостях она всегда за собой убираем она очень такая чепетина чтобы у них не доставить имуществу ближних никакого это другой вариант вот в его например да в делах есть интересное сегодня утром сорнял как я вспомнил есть такое выражение что рубам бэгэзель мил бэрайот в кодам бэрад Только я не помню, большинство в грабеже есть грех грабежа, меньшинство в разврате и все в своязычии. Большинство в грабеже, да? Вот это то, что он говорил, что в отношениях очень тяжело удержаться от мелкого какого-то грабежа. То есть вот мы там, ну я зашли, да, я говорю, оп, дай мне карандаш, листик взял. А может, это листик тебе нужен? Может, это последний листик? Я же не спросил, можно взять или нет. Это уже минимум, там, украл. Потом взаимоотношения финансовые. Человек, он не замечает, но он все время хочет, как бы, себе побольше вырвать. И, как бы, каждый где-то, где-то он, ну вот, в эту границу переходит. Так вот, говорит Рабиоси, он говорит, пусть будет имущество ближнего для тебя так же важно, как твое. То есть это очень такая важная вещь, чтобы быть в хороших отношениях с людьми, чтобы не было этого грабежа и так далее. Теперь дальше он говорит вторую вещь. Вы от кэн отсмыхали льнот тура. А, давайте я вам расскажу историю короткую про имущество, как отношение позитивное к имуществу ближнего, что оно в жизни дает. Значит, я читал эту историю, как Ротшильд, история семьи дома Ротшильда. Значит, Ротшильд, он был, значит, началась его история так. Он работал в синагодии у одного раввина помощником. И потом он женился... И самый первый, амшлик, как его звали. Потом он женился, его жена отдали за ней приданый у него магазинчик, и он уехал в другой город. Теперь этот Ротшильд кратил деньги на приданой дочери, и, значит, однажды он заглянул туда, где ему были спрятаны деньги, денег нет. Значит, жена ему говорит... Ну, начали думать, где деньги. Жена говорит, это у тебя помощник был, он знал же, где деньги. Скорее всего. Этот Ротшильд говорит, он не мог. Я тебе говорю, он не мог. Жена говорит, нет. Значит, пилила его, пилила. Он поехал к нему, говорит, слушай, ну, я как бы... Ну, жена сказала, я тебе передаю, что деньги пропали при данной дочери. Значит, она думает на тебя. Я нет, но она да. Он говорит, ну, подождите, говорит, сейчас. Выходит, да, дает ему денег. Говорит, половину денег я вам отдаю сейчас, а половину я чуть позже отдам. Тот говорит, ну, я не думал, что это ты вообще не думал. А он говорит, ну, в всяком жизни бывает. Значит, и... А тот поехал, жене говорит, ты знаешь, что действительно это была права. Все говорит, ну, вот, просто я не понимаю, как это, но ты была права. Значит, проходит какое-то время, ну, дочку выдают замуж, это была преданная дочери. Выдают ее замуж. Проходит какое-то время, из полиции приходят к нему и говорят, мы нашли ваши деньги. Значит, служанка, которая у вас работала, она украла этот кошелек с деньгами, дома спрятала. Ее муж, он пьяница, пришел в бар, заплатил большой золотой монеты. Бармен ему говорит, откуда у тебя деньги. А бармен был стукач, обычно бармены все докладывают в полиции, еще с тех времен. И, значит, тот набухался, говорит, а жена украла. В общем, все, раскрутили, деньги вернули, да. И тот поехал к нему, говорит, как же ты, зачем же ты на себя взял это преступление, которое он не делал. Он говорит, ну, я же знал, что это ваша дочка, это преданная. Я знал, что у вас нет денег. Я знал, что если я просто скажу, давайте я там деньги, вы меня не возьмете. Ну, ты знаешь, он мне тоже с деньгами не очень. Значит, тот Ролин говорит, все, я тебя благословляю, чтобы ты стоял богатым, чтобы от всего сердца он его так благословил, чтобы ты во все поколения, чтобы вы были богатыми. И, видно, он так от всего сердца благословил, и был такой царик, и, видно, на небе было время подходящее. Что значит, у него пошли дела все лучше и лучше. И он открыл антикварный магазин. И так он познакомился, торговал антиквариатом с вот этим вот князем этого места, ну, в котором уже, я не помню, как город назывался. Этот князь, значит, у него что-то начал покупать, и потом ему что-то понравилось, он был такой собиратель, там, чего-то. И Ротшильд ему говорит, бери, говорит, все, дарю тебе. И подарил ему эту коллекцию без денег, без него подарил коллекцию. Тот говорит, вот тебе красный щит, там, все, ты дели поставщик императорского двора, значит, все. И он стал самым крутым антикваром, там, поставщиком двора этого. Потом, значит, Ротшильд, а, это Ротшильд, это... Красный щит переводится, да. Значит, потом была ситуация такая, он уже разбогател, у него сыновья, выросли сыновья, они начали организовывать дела в разных странах, в разных городах Европы. Значит, и тут этот князь вот этого города, он уже стал его финансистом, да, потому что он очень хорошо понимал в деньгах и был очень честным. И у него, значит, когда он стал его финансистом, потом, а тут Наполеон, значит, Наполеон захвачивает всю Европу, французская армия, и давай захватывает всю Европу. И этот князь немецкий, он, значит, в бега, и Ротшильд говорит, вот тебе мои деньги, оставляет ему там миллион в мешках золотых монет, вся казна, все, говорит. Но я понимаю, что, ну, я увезти не могу, что делать, сохранишь, сохранишь, не сохранишь, как будет, так будет. В общем, приходят французы, естественно, на него настучали, приходят французы, или застрели, или отдавать деньги этого князя. Он говорит, ну, что, конечно, отдает им в мешках этот миллион этого князя, золотых монет, все, и уходят эти французы, значит, и он за его ценой говорит, все, мы теперь бедные, но об этом никто не знает. Я отдал наши деньги, и те деньги, они лежали в тайной комнате, там дальше. То есть я деньги князя сохранил, а они забрали, ну, наши деньги. То есть не было смысла никакого, ну, я так, как сейчас понимаю, что все равно они нашли эти деньги, но они нашли, как бы, первую комнату, а там лежали, по факту, его деньги, а князя лежали в дальней комнате. Если бы он сказал, не, это мои, а то его, так забрали бы идти его. Ну, может быть, это сейчас мое предположение. История фактическая, ну, в общем, он сценарем говорит, мы деньги отдали наши, но никто об этом не знает, поэтому мы продолжаем работать, как работали. И они продолжают работать, они занимались переводой денег, там, все это самое. Потом Наполеона разбили, естественно, как всех захватчиков-грабителей разбивают. Это он был чистый захватчик-грабитель, ну, все захватчики, а не грабители. То есть сама суть войны, это в основе всех войн, это ограбить, грабеж. Просто тупо грабеж. Зачем Наполеону захватывать было весь мир? Просто ограбить, забрать все бабки себе и все. И, значит, его, в конце концов, грабителя наказывают. Бог, мир справедливый. Все грабители, в конце концов, разбивают, у них все забирают другие грабители. Наполеона, мы это учили про череп, который плывет. Наполеона разбили. Возвращается князь и говорит Ротшильду, говорит, ну, я понимаю, что, ну, забрали деньги, мне уже рассказали, бывает. Он говорит, нет, уважаемый князь, пожалуйста, пройдемте, вот ваши деньги. И отдает, а, даже не так, когда князь вернулся, уже сам Ротшильд умер. И когда он вернулся, пришел его сын и говорит, отец мне сказал, вам прийти, верну деньги. Он говорит, я таких честных людей не видел никогда. Я таких честных людей, ну, то есть, таких просто нету, да, то есть, все было официально, мы могли не отдавать деньги, ну, понятное дело. Но говорит, теперь я и так раньше доверял, теперь я вам доверяю полностью, а это была семья, ну, эти короли, они все же родственники. И он всем своим там братьям и сестрам говорит, что парни, более честных людей, чем Ротшильды, нет, не бывает. Если вы хотите, чтобы ваши деньги, ваши финансы, ваши налоги, все ваше было в целости и сохранности, работаем только с Ротшильдами. Они стали официальными банкирами, финансистами всех королевских дворцов Европы. И так семья Ротшильда, она поднялась за счет вот этой Мишны. Пусть будет имущество твоего ближнего так же для тебя важно, как твое. Дальше, вторую вещь, он сказал Раби Йоси, Ве Аткен Ацмехали Мот Тура, подготовь себя, изучай Тору, ше Эйна Ярушалах, она не наследство тебе. Значит, здесь Тора, это знание, которое не передается по наследству. Можно только выучить, принять. То есть это то программное обеспечение, которое ты не можешь получить в наследство. Ты можешь его только изучить, вставить себе в голову. Но для того, чтобы записать, например, бывает, вот вставляешь флешку в компьютер, а он говорит, отформатируй, типа формат не подходит. То есть ты на нее писать не можешь. Тебе нужно ее подготовить для того, чтобы писать. Так вот, сказал Раби Йоси, что подготовь себя для изучения Торы, здесь самое главное, везде написано, что Деракеретс Кадмали Тора. Почему вначале идет книга Берешит, которая рассказывает нам о праотцах еврейского народа. То есть получили Тору сына Израиля после египетского рабства. А начался путь к Богу через Авраама. Рассказывается история про Авраама, про Эльцхака, про Якова. Якову Бог дает обязательство, уже называет его Израилем, что от тебя пойдет народ, которому наследует землю, которому наследует вот этот вечный мир, то есть то, ради чего был создан мир. Теперь, но для того, чтобы вывести этот народ, потребовалось, получается, 400 лет от обещания Бога Аврааму до дарования Торы, до исхода из Египта, было 400 лет такого селекционного, селекционного отбора. Значит, что вырабатывалось? Вырабатывались определенные качества характера. То есть качество характера Тора не ложится на злого человека, нереально. Тора не ложится на человека, у которого нет внутри вот этого, ну, такого, это называется, как искра такая, Ира-Ташем, ну, страх переводят, но трепет перед Богом, то есть, как бы, ну, некое ощущение, ощущение от Отца. Да, то есть есть некие качества, но в основном это качество Авраама, качество Эльцхака, качество Якова, это качество, доброта, желание давать, желание помогать, желание что-то создавать, желание умения исправлять себя, независимость от общественного мнения. То есть евреи самый жестоковый народ, то что называется. То есть вот просто Авраам шел один против всего мира, да, Ицхак шел один против всего мира, Яков шел один против всего мира, и евреи продолжают идти. И минимальный народ с минимальными силами, который стоит там, Израиль, 6, там, ну, 7 миллионов уже евреев живет, вокруг полтора миллиарда арабов нападали пять раз, все армии, все страны, там, все. Ну и что? Типа, нам, Бог, нам надо, мы здесь живем, это Бог нам дал эту землю, и мы здесь жить будем, и нас ничего с этого не сдвинет, как живет, то есть, Бог нам землю дал, все, Бог нам вторую дал, да. Да. И дальше, то есть, что вокруг не интересует, это качество. И сказал нам Раби Йоси, Раби Йоси нам что сказал? Он сказал, что подготовь себя к изучению Торы, она не наследство тебе, все равно ты в каждом поколении должен поработать над своими личными качествами, и потом только можно получить Тору. Выколь мазэка юли шем шамаем. И он говорит, что все твои дела пусть будут во имя небес, есть, его путь был, да, есть такой хаситский путь, есть которые, в Торе есть вообще три подхода. Есть подход в Торе интеллектуальный, когда ты изучаешь Тору, такой ученый, подход ученого, то есть, ты учишь Тору, учишь Талмуд, учишь все нюансы, и это путь такого интеллектуального постижения Торы. В этом случае, тело, оно просто предаток, чтобы было удобно сидеть с книжкой, и ты сидишь целый день, вот, это мир ешит называется, да, то есть, они просто сидят, стендер, удобный, кресло, и ты сидишь интеллектуально погруженный в Талмуд. Дикое усилие, невероятное наслаждение для головы. Теперь есть второй путь, это такой путь хаситский, да, служение сердцем. Служение сердцем – это молитва, благодарность, песни, фарбриндены, лыхаемы, там, все такое, то есть, ну, именно больше эмоционально такое движение, давай своем, там, выпьем, лыхаем, лыхаем, ну, такое. Тоже служение Богу. Есть путь, есть путь физического служения, это когда, вот, больше всего это делает хаббат, есть такое направление, они ходят, одевают филины всем, там, ну, то есть, они делают очень много экшена, действия, они много делают, и через действия заповеди, да, они присоединяются к Богу. То есть, и он сказал, что главное, главное, сказал Рабь Иосиф, что бы ты ни делал, это должно быть во имя небес. Ты работаешь для того, чтобы потом была возможность помочь кому-то, хорошо провести шаббат, там, ну, и так далее. То есть, можно любое свое действие перевести в служение Богу. Вот его три, как бы, основных, месседжи, основных посылок, да. Первое, это относись бережно к имуществу ближнего, и это тяжело, это реально такая работа над собой. То есть, он был настоящий хасид, то есть, его все, как бы, его месседжи, они не про учи Тору, да. И про него, вот, интересно, видите, это пять типажей было, Рабь Иосиф сказал, пять учеников было. И вот именно Рабь Иосиф, он его назвал хасидом, он вообще не про учебу. Пусть будет имущество ближнего для тебя прекрасно, как твое. Подготовь себя для изучения Торы, то есть, он, главное, готовится. Ну, пошло подготовиться. Я читал комментарии на Тора Ваваде Иосифа, он сказал, надо 30 минут в день ходить, например, то есть, подготовь себя. Ваваде? Да, я читал комментарии на Тора Ваде Иосифа, вот, он сказал, что из этого места, что Абрех Тхаяф обязан 30 минут в день ходить пешком, для того, чтобы, вот он в этом подготовь себя, он включал и физическую подготовку тоже, физическое здоровье. И все дела пусть будут во имя небес, то есть, работай во имя небес, пей во имя небес, ешь во имя небес, пи во имя небес, все делай во имя небес. И, ну, большинство хасидов именно так и занимаются. Они работают, они, ну, они интегрировали служение Богу в обычную, простую жизнь. То есть, про учебу Тора тут ничего не сказано, но дальше будет сказано другие мудрецы, они скажут, ну, сделают акцент именно на изучение Тора. Все, всем садиться Тора, каждый может найти свой путь. Главное, чтобы все твои дела пусть будут во имя небес. Все. Все, поделись этим видео, подписывайся на канал Ваде Иосифа, и все будет, пока-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.